Всем привет! С вами канал Космостар. Иллюзионист родился в один год с гипнотизером Дэвидом Копперфильдом, однако уверял, сам он не фокусник, а артист. К сожалению, кумир маленьких зрителей передачи Спокойной ночи, малыши, растерял былой оптимизм, когда лишился своей главной мечты и потерял близких. А Маяку Акопяну 65 лет, и его хорошо помнят телезрители 90-х. Артист, снялся более чем в 30 фильмах, но особенно полюбился детям в образе Рахата Лукумыча. Как же вышло, что энергичный ведущий Утренней почты и Спокойной ночи, малыши, разочаровался в жизни и пропал с поля зрения поклонников? Арутюн Акопян оказался единственным в СССР фокусником, который удостоился звания народного артиста. Супруга Лии Ивановна работала его ассистенткой, а кроме того, окончила консерваторию и стала певицей. В такой семье мог появиться только талантливый ребенок, а Арутюн Амаякович сделал все, чтобы рождение сына было окутано волшебством. Наследник не подвел папу, в пятилетнем возрасте ребенок начал выходить на сцену. Правда, одно время мальчик мечтал о профессии художника и даже поступил в Суриковскую школу, но в итоге не окончил заведение. Не завершил Амаяк и обучение на эстрадно-цирковом отделении, повредил спину, после чего перевелся в ГИТИС. В советское время Амаяк Арутюнович работал не только в России, но и снимался на телевидении во Франции, Швеции, Финляндии, объездил 70 стран. В 80-е иллюзионист не только был соведущим утренней почты, но и снимался в кино, в Бедной Маше, Возвращение Будулая, Ворох, В законе. Последний фильм принес актеру популярность в преступной среде. Звонили люди с криминальным прошлым, вы наш кумир. Мы вас обожаем. Дайте мастер-класс нашим людям, мы заплатим. Я говорю, ну что вы, большое искусство не продается. А они, Амаяк, вы не представляете, какими деньгами мы можем вас одарить, вспоминал артист. В 90-х Амаяк Арутюнович перевоплощался в Рахата Лукумыча в «Спокойной ночи, малыши». А кроме того засветился в картине «Мастер и Маргарита» в роли Жоржа Бенгальского. По словам Акопяна, периодически исчезать он начал еще в 90-е, когда в стране была разруха. Артист уезжал в Японию и во Францию, постоянно летал в Испанию, где преподавал пантомиму, эксцентрику, клоунаду и иллюзию. В нулевые от большинства предложений артист отказывался, засветился лишь в «Медиках» и счастливы вместе в эпизодах. Не соглашался Акопян и на участие в ток-шоу, не желая рассказывать о деталях личной жизни в компании гламурно-глянцевых персонажей. Даже должность телеведущего уже не прельщала разочарованного в ТВ иллюзиониста. Так известно, что его звали в жюри «Битва экстрасенсов». 86-летний Арутюна Копян скончался в 2005-м, что стало ударом для его сына. «После смерти папы я долгое время пил. Не мог представить себе утро без рюмки коньяка», — признавался Амаяк Арутюнович в программе Юлии Меньшовой наедине со всеми. Завязать с пагубной привычкой артист сумел лишь тогда, когда врачи предупредили, что он умрет, если не покончит с возлияниями. Новое испытание настигло иллюзиониста в марте 2020-го, когда он потерял любимую маму и осиротел. «Мама была моим моральным, нравственным камертоном в жизни. Теперь его нет. Если я выхожу на люди, я — жизнерадостный. Сейчас я — очень грустный клоун и не снимаю с себя маску весельчака, потому что под ней совсем другое лицо, которое неинтересно публике», — признавался артист. Иллюзионист говорил, что ведет келейный образ жизни, но к счастью сейчас о нем заботится супруга. При этом имени возлюбленной ведущей не называл. Так как о деталях сердечных дел фокусник не распространялся, известно лишь, что с первой женой, Юлией Левиной он развелся. Рожденный в том браке сын Филипп обосновался с семьей в Америке, а пандемия коронавируса еще больше осложнила поддержание связи на расстоянии. В одном интервью Акопян обмолвился, что его дети сами по себе, в другом отметил, что все же общается с наследником. В пандемию иллюзионист распустил команду единомышленников, а в дальнейшем пообещал выступать перед зрителями бесплатно. И это несмотря на то, что Амаяку Арутюновичу назначили пенсию всего в 19 тысяч рублей, и так и не дали звания заслуженного артиста. Еще одна драма заключалась в том, что с конца 90-х Акопян отчаянно искал спонсоров, чтобы открыть детский театр чудес. Со смертью своего близкого друга Иосифа Кобзона полезные связи разрушились, и все застопорилось. Сколько бы Амаяк Арутюнович не стучался в двери к состоятельным бизнесменам, в ответ слышал лишь отказы. В данный отрезок времени я должен платить по счетам. У меня была очень красивая, яркая, фееричная жизнь. Судьба дала мне очень много. И за былое благополучие надо расплачиваться, затишьем на всех фронтах, разочарованием, тем, что с твоим мнением, не все и не всегда считаются, заключил фокусник. За некогда счастливую жизнь приходится отдавать жизнь в ее эмоциональном смысле. Внутри все настолько угасло, что порой мне кажется, что я хоть и живу, но уже больше наблюдаю за всем со стороны. Нахожусь в созерцательном раздумье.